Олимпия Филдс Мне почти 60 лет. Поэтому все, о чем я расскажу в этом видео, я получил из своего опыта общения с пожилыми женщинами в моей семье, старыми подругами, которых я знаю уже более 40 лет, и с некоторыми женщинами, с которыми встречались мои друзья-мужчины Илья. В некоторых местах, которые, как я думала, не будут подвержены влиянию феминизма, например, в Аргентине, Чили и Доминиканской республике, подписчики сообщили мне, что я ошибалась. Кроме того, в тех местах, где, как я думала, будет много феминисток, например, во Франции и Германии, я обнаружила, что могу ошибаться и в этих местах. Большинство женщин находятся в расцвете сил возрасте от 18 до 27 лет. И в это время они могут относиться к мужчинам как к дерьму. Однако они не понимают, что природа наделила женщин этой способностью, чтобы они могли закрепить за собой мужчину, выйти замуж и родить детей, пока их тело находится в наилучшей форме для достижения этих результатов. Таким образом, все это действительно биологическое. Феминизм на самом деле и учит женщин игнорировать биологию женщины и мужчины. Большинство мужчин могут быть одиноки. Однако большинству женщин необходимо быть с кем-то. Когда мне было 20 с небольшим, я был одинок и хотел иметь девушку. Однако теперь я понимаю, что это была биология, которая говорила мне, что нужно вступить в брак и завести детей. Чем старше я становился, тем меньше чувствовал себя одиноким. Я не чувствую себя одиноким с тех пор, как мне исполнилось 20 лет. Однако для большинства женщин, если они не состоят в паре, если у них нет парня, то после того, как им исполняется 30 лет, они чувствуют себя очень одинокими. Женщины старше 30 лет скажут вам, что они не одиноки, они счастливы и им не нужен мужчина. Однако я замечаю, когда они разговаривают со своими подругами, которые замужем, и эти замужние женщины рассказывают им о некоторых хороших вещах, происходящих в их браке. Выражение лица и язык тела этих пожилых феминисток варьируется от грусти, зависти, ревности до депрессии. Таким образом, все эти пожилые феминистки, которые могли бы сказать, что им не нужен мужчина, они счастливы быть одинокими, они никогда не хотели детей или семьи, это полная и абсолютная ложь. Таким образом, все эти пожилые феминистки очень одиноки. Именно поэтому мистер Кевин Сенуэлс постоянно говорил им купить собаку и умереть в одиночестве. Теперь я расскажу вам историю о том, какими сумасшедшими могут быть эти типы женщин. Напоследок я покажу несколько видеоклипов, чтобы помочь связать все воедино. Ева В девятнадцать восьмидесятых я встречался или состоял в отношениях с девушкой по имени Эва. Однажды я заболел, и Эва приготовила мне домашнее средство. Однако по выражению ее лица и языку тела я понял, что она считает, что сделала что-то не так. Поэтому делать что-либо для мужчины – это неправильно. Поэтому заботиться о мужчине – это неправильно. Поэтому готовить и убирать для своего мужчины – это неправильно. Эва также верила, что она умнее меня. Но я постоянно доказывал ей, что это не так. Мне почти шестьдесят лет. Так что, судя по моему опыту общения с пожилыми женщинами в моей семье, старыми подругами и некоторыми женщинами, с которыми я встречался, феминистки – одни из самых тупых людей. Они думают только о том, что им нравится или вызывают приятные ощущения. Они никогда не проводят полный анализ ситуации. Они руководствуются тем, что им кажется правильным. Они идут на поводу своих чувств. Они живут в мире фантазий. И любой мужчина, который ставит под сомнение их фантастический мир, является злым и ненавидит женщин. В общем, мама Ева говорила Еве и ее сестрам, что когда мужчина молод, ему нужны серьезные отношения. Однако женщинам не следует вступать в серьезные отношения, пока им не исполнится двадцать семь лет. Другими словами, когда их красота начинает уходить и им приходится конкурировать с более молодыми женщинами. Итак, с кем мужчины должны быть в отношениях? Это было самое тупое дерьмо, которое я когда-либо слышал. Очевидно, что его и ее сестры никогда не выходили замуж. Ни один мужчина не может иметь дело с подобным дерьмом. Ни один мужчина не может иметь дело с таким типом мышления. Сейчас большинство мужчин скажут, что никогда не женятся на бывшей взрослой киноактрисе. Однако, после отношений с Евой, после отношений с молодой феминисткой, они делают болезненную, наркозависимую, уличную проститутку желанной. Особенно если бывшая актриса фильмов для взрослых милая, внимательная, заботливая и понимающая. Фил и Джанет Я знал белого парня по имени Фил. Он встречался с черной девушкой по имени Джанет. В возрасте 22 лет Джанет все еще была девственницей. Когда Джанет была маленькой, ее отец получил работу на Аляске. Он перевез семью туда, где можно было хорошо зарабатывать. Однако в 19-70-х годах на Аляске было очень мало чернокожих, если они вообще были. Джанет рассказала, что однажды она проснулась утром, а ее матери не было. Ее мать не оставила ни записки, ни слова, ни предупреждения. Ничего. Примерно через неделю они получили письмо от ее матери с просьбой о разводе. Ее мать переехала в Атланту. Примерно через год после развода ее отец женился на белой женщине. Когда Джанет было 13 лет, она уехала жить к своей матери в Атланту. Ее мать никогда не выходила замуж повторно. Ее мать так и не нашла другого мужчину. Мать Джанет сообщила Джанет, что все черные мужчины нехорошие и им нельзя доверять. Тем не менее, Джанет сказала, что ее отец никогда не был жестоким по отношению к ее матери и после развода был счастлив в браке с белой женщиной. Кроме того, именно ее мать ушла без единого слова и предупреждения. Мать Джанет также сообщила Джанет, что отношения с человеком не свои расы или гомосексуальность – это грех или ошибка. Я думаю, это во многом связано с тем, что ее отец женился на белой женщине. Итак, если чернокожие мужчины не годятся, а встречаться с представителями любой другой расы или быть с женщиной неправильно, то с кем может быть Джанет? За кого Джанет может выйти замуж? Фил и Джанет встречались около шести месяцев. Фил сказал, что больше не может этого выносить, и разорвал отношения. По крайней мере, с его и я получал хоть какой-то секс. Но помните, Джанет была детственницей. Джанет все еще была детственницей, когда Фил прекратил их отношения. Фил был симпатичным, высоким белым мужчиной, поэтому он легко добивался женщин. Так что через три дня после того, как он расстался с Джанет, он наверстал упущенное время. Фил поступил в юридическую школу и стал адвокатом. Джейн и Майк В девятнадцатые семидесятые, девятнадцатые восьмидесятые и девятнадцатые девяностые годы черные женщины расстраивались или злились, если видели черного мужчину с белой женщиной. Черные женщины говорят, что черные мужчины ищут женщин не своей расы, потому что у них проблемы с черными женщинами. Что черные мужчины не могут справиться с сильной и независимой женщиной. Что черные мужчины встречаются с белыми женщинами как символ статуса. Все это было неправдой. Однако я обнаружила, что то, что эти женщины говорят о чернокожих мужчинах, на самом деле относятся к ним самим. Другими словами, почему эти чернокожие женщины встречаются или вступают в отношения с белым мужчиной? Таким образом, у этих черных женщин есть проблема с черными мужчинами, и они хотят встречаться с белым мужчиной в качестве символа статуса. Мистер Кевин Сэмюэллс сказал бы чернокожим женщинам, что белые женщины больше не являются вашими главными конкурентами. Поскольку в Соединенных Штатах теперь нет ничего страшного в том, чтобы встречаться или быть в отношениях с кем-то не своей расы, белые женщины, латиноамериканки и азиатки охотятся за вашими чернокожими мужчинами. Кроме того, поскольку у чернокожих мужчин теперь есть деньги, они могут получить паспорт и жениться на женщинах в других странах. В 19-80-х годах жила чернокожая девушка по имени Джейн. Джейн не был ее настоящим именем, но программа перевода, которой я пользуюсь, испытывает трудности с ее именем. Джейн состояла в отношениях с чернокожим мужчиной по имени Майк. Майк был членом футбольной команды колледжа. Майк получил травму, поэтому ему пришлось на год отказаться от игры в футбол. В это время Джейн рассталась с Майком и начала встречаться с другими мужчинами. Однако Джейн знала, что ни одна другая черная девушка в кампусе не станет встречаться с Майком, пока она занимается своими делами. Она также верила, что сможет вернуть Майка, когда захочет. Сестринские лзы чернокожих женщин очень сильны. Думаю, Джейн рассчитала, что если Майк не попадет в профессионалы, ей нужно найти богатого мужчину. Джейн свела меня с одним из своих друзей, и мы пошли на двойное свидание. И вот тогда я узнал, что Джейн интересовали только мужчины с деньгами. Однако, о чем Джейн никогда не задумывалась, так это о белых девушках в кампусе. Белые девушки в кампусе знали, что Майк был в футбольной команде и что он хорошо относился к Джейн. Поэтому, когда белые девушки в кампусе узнали, что Майк и Джейн больше не вместе, они набросились на Майка. Они относились к Майку лучше, чем Джейн. Они хорошо заботились о Майке и помогли ему оправиться от травм. На следующий год Майк снова был хорош. Он начал играть в футбол и сделал одну из этих белых девушек своей подружкой. В это время Джейн постоянно спрашивала нас, черных мужчин в кампусе, почему черные мужчины встречаются с белыми девушками. Джейн никогда не верила, что Майк может встречаться с девушками не своей расы. Майк был призван в профессионала и женился на белые девушки. Вы, черные женщины, обращаетесь с черными мужчинами как с дерьмом и ожидаете, что мы останемся рядом. Я знаю, что латинские белые мужчины проходят через такое же дерьмо со своими женщинами. Эти женщины никогда не задумываются о том, что следующая девушка, которая появится, может быть некрасивее вас. Но она относится к нам лучше, чем вы. Поэтому, следовательно, она – десятка, а вы – единица. Некоторые говорят, что женщины думают чувствами, а спорят эмоциями. Это совершенно неверно. Эти женщины считают, что они умнее всех остальных, или что все остальные тупые. Они считают, что использование тактики манипуляции подействует на большинство людей. Все это показывает, что они тупые как черты, глупые как дерьмо. Какого мужчину вы ищете? Сколько лет вашей дочери? Ей девять месяцев. Так, где ее отец? Что с вами происходит, ребята? Он в больнице. Так что да. Он был. Он очень болен. Так что я ищу отчима. Подожди, так ты порвала с ним, пока он был в больнице? Нет, нет. Я не порвала с ним. Вы все еще были вместе, когда он попал в больницу? Нет, нет. Я не порвала с ним. Подождите, хорошо. Я ищу. Знаешь, на всякий случай. Отчима на всякий случай. Отчима на всякий случай, если он умрет. Правильно. Ты серьезно? Да, Кендра. У тебя должен быть один в камере. Кендра, давай. Не стоит ли вам подождать? Это выглядит не очень хорошо. Это выглядит не очень хорошо. Надеюсь, ваш муж выживет. Я тоже на это надеюсь. А потом, надеюсь, он разведется с твоей задницей. Надеюсь, он выживет, а потом бросит тебя, потому что любая его жена это... очень хорошей женой для него. Вы действительно хорошая жена, раз ищите человека, пока он все еще на больничной койке. Это безумие. На следующей неделе мне исполнится 41 год, и я хочу сказать тебе об этом. Я собираюсь действительно рассказать вам о дерьме. Так что после 32 лет ты будешь встречаться только с теми, кто только что развелся. Потому что они поженились в 25-27 лет. После 32 лет почти у всех есть дети. Все разведены. Вы пройдете через засушливый период примерно на 5-10 лет, пока вы будете буквально ждать, пока люди разведутся. Вот и все. Это то, чего вы ждете. Ты такая. А этот парень. Он мне нравится. А через 3 года он разведется. Так что это все, что вам нужно сделать. Вы должны ждать, пока вам не стукнет 40. Но тогда они все испортятся. Так переживает, когда узнает, что я не замужем. Одна маленькая девочка. Она узнала, что я не женат, и сказала, что может познакомить меня со своим водителем автобуса. Сначала я была против. Но потом подумала и решила, что да. У него есть работа и водительские права. Думаю, это не повредит. Сегодня я тусовалась с друзьями и отлично провела время. Потом я ехала домой и почувствовала волну депрессии и тревоги. Я не был уверен, с чем это связано и откуда это взялось. Потом я вернулась домой и почувствовала. Так грустно и одиноко. Я вошла в свою пустую квартиру и подумала. Боже, как бы я хотела, чтобы у меня был кто-то, кто мог бы просто обнять меня прямо сейчас. Я бы хотела, чтобы у меня был кто-то, кто мог бы просто позаботиться обо мне, потому что мне приходится заботиться о себе каждый день. И это измотывает. Как бы я не хотел бороться с этим и делать вид, что это меня не задет, что мне 35 и я не замужем. И сейчас у меня нет никаких перспектив. Это не изменит того, что я действительно чувствую. Это трудно. И даже несмотря на то, что это может быть так подавляюще и иногда неловко, быть не там, где я думал, что буду. Очень приятно осознавать, что многие из нас находятся в той же лодке и чувствуют то же самое. Это было очень неожиданно, войти в возраст 20, 30, 40 лет и почувствовать себя в изоляции. И вы потеряете всех своих друзей, если вы одиноки и бездетны. Я знаю, что была совершенно потрясена тем, как быстро изменилась жизнь. Было очень трудно приспособиться. Точно так же, как новые мамы должны приспособиться к жизни мамы. Вы должны приспособиться, а не жизнь мамы. Как только вы достигаете определенного возраста, и все вокруг вас делают это. И еще люди не понимают, что делать все вещи в одиночку может быть очень сложно. Очень сильно, блядь. Готовить ужин в одиночку каждый вечер только для себя – это тяжело. Это удручает, даже если вам нравится быть одному. Ехать в отпуск одному. Пытаться купить дом одному. Идти на прогулку одному. Все это просто грустно. Я говорила с подругой о том, что не понимаю, как одинокие люди это делают. Я имею в виду одиноких, без детей, в одиночестве. Вы понимаете, о чем я. Я не замужем, но у меня есть дети. Так что, когда они рядом, они отвлекают меня. Но когда дети навещают отца, и в доме становится очень тихо, в голове становится очень шумно. И наступает одиночество, и я не знаю, что с собой делать. Я такой, какого хрена? Что мне делать? Слава Богу, что у меня есть дети, потому что я буду принимать плохие решения. Я одинок, как любой человек. Кто-нибудь еще имеет к этому отношение? Не могли бы вы рассказать мне, что вы делаете, чтобы справиться с этой проблемой? Нет никаких вариантов. Похоже, что эта ситуация с одиночеством сохранится надолго. Знаешь, в большинстве случаев мне хорошо быть одной. Мне хорошо там, где я нахожусь. Но в другие дни, как сегодня, это тяжело. Очень тяжело быть одному. Делать все в одиночку. Прожить день в одиночестве. В течение недели в одиночку. Проходит рабочий день, вы возвращаетесь домой и остаетесь одни. Тебе не с кем встречаться. Так что в такую ночь, как сегодня. У меня была долгая рабочая неделя. Я бы с удовольствием зашла за угол, подошла к бару и выпила маргариту. Но я не очень хочу делать это в одиночку. Это немного пугает, и это не мой характер. Так что мой выбор – пойти наверх, посмотреть телевизор, съесть салат и выпить вина в одиночестве. Или пойти в ресторан, надеяться, что там есть место у бара и сидеть в одиночестве. Обе эти вещи удручают. Я не чувствовала этого в 20 лет, потому что в 20 лет я твердила себе, что жду подходящего человека. Но сейчас, когда мне уже за 30, я думаю, случится ли это со мной, или это будет до конца моей жизни. Продолжение следует...